На смену зелёной пластиковой карточки пришла электронная. В России отменили бумажный СНИЛС. Нововведение призвано облегчить документооборот. Переход на виртуальные носители позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и время граждан. Теперь не нужно ходить по инстанциям, достаточно переслать свой СНИЛС по электронной почте в нужное ведомство или организацию. Территориальные органы пенсионного фонда в настоящее время не обязаны выдавать страховое свидетельство пенсионного страхования. Такая обязанность отсутствует. Вместо страхового свидетельства зарегистрированные лица будут уведомляться о том, что они зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования. То есть уведомления будут выдаваться на бумажном носителе, либо в электронном виде. На бумажном носителе уведомления можно будет получить в территориальном пенсионном фонде, либо в многофункциональных центрах. Также может быть направлено уведомление по почте. А в электронном виде оно будет доступно на сайте пенсионного фонда в личном кабинете зарегистрированного лица, либо на портале госуслуг. Уведомление будет содержать ту же информацию, что и страховое свидетельство – фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место рождения и номер индивидуального страхового счета. При этом, как уточняют в ПФР, все ранее выданные страховые свидетельства продолжат действовать. Обращаться за обменом не нужно. Переход на электронные носители будет проходить в течение нескольких месяцев. Во-первых, мы переходим на получение услуг каких-то в электронном виде. Я уже говорила о том, что на портале госуслуг СНИЛС является идентификатором для оперативности получения каких-либо услуг. Достаточно просто знать номер лицевого счета. Совсем не обязательно оформлять для этого страховое свидетельство. Напомним, СНИЛС страховой номер индивидуального лицевого счета стал универсальным идентификатором для граждан России во многих отраслях социальной сферы. В обязательном пенсионном и медицинском страховании, в социальной помощи различным категориям граждан. Тем, у кого есть СНИЛС, специально делать ничего не надо. Их зеленые карточки действительны. Правда, если они их потеряют, новые не выдадут, а просто распечатают уведомления с номером индивидуального лицевого счета в пенсионной системе и персональными данными. Тем, кто вновь не регистрируется, детям иностранцам сразу будут выдавать только уведомления, а сам документ станет только электронным. ПФР будет получать информацию из органов ЗАГС в автоматическом режиме и самостоятельно открывать личные счета для граждан практически с момента рождения. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.